Люксор Аймакс – один из немногих кинокомплексов, который приглашает не просто на просмотр фильма, а на праздник. Сначала развлекательная программа для детей. Можно поучаствовать в конкурсах, викторинах и даже в самых настоящих химических экспериментах. А уж потом отправиться в зал смотреть сказку. Фильм в прокате с 19 февраля. У нас на этот фильм есть акция. Можно приобрести билет за 100 рублей при предъявлении купона. Предпремьерный показ собрал много юных зрителей. Перед киносеансом продюсер и режиссер представляли свою картину. Игорь Каленов рассказал, что для него это еще и социальная ответственность перед российскими детьми и перед собственным сыном, которому 6 лет. Любой голливудский фильм, любая голливудская сказка и наши русские, советские сказки прошлого, конечно, они имеют всегда морали. Потому что мы же хотим, чтобы наши дети стали лучше, чище, умнее, воспитанней. И наша героиня 12 лет. И она говорит, я уже взрослый, мне уже 12 лет. На что папа говорит, да, правильно, но только быть взрослым, это не только говорить это, но еще нести ответственность за свои слова. Пытаюсь надеяться, что наш вариант покажется удачным ключиком к современным детям. Потому что мы утратили за 15-20 лет практически культурное наследие. Мостика нет, они воспитаны на других фильмах. И передать им ощущения от сказок, которые нравились нам в детстве, очень сложно. Вот именно найти этот ключик в форму рассказа и им подачи, это, наверное, очень сложно. Девочка из нашего времени попадает в сказочный мир. Вернуться оттуда к родителям она сможет только тогда, когда принесет из леса зимой букетик подснежников. Тогда наступит Новый год, который вдруг решил отменить злой королевский советник. То, что это волшебство. Там добро есть. Всегда добро побежать. То есть во всех фильмах побеждает очень часто зло. А вот в сказках именно добро. Побежает добро. Предпремьерные показы прошли в Москве, Санкт-Петербурге, в Крыму, в Артеке. Теперь и сочинские дети увидели новую сказку. С 19 февраля 12 месяцев новая сказка в широком прокате. Люксор Аймакс ждет юных зрителей каждый день. Елена Всесна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.